Коллеги, рядом со мной Андрей Капитонов, спикер нашей деловой сессии, которая пройдет завтра. Здравствуйте, Андрей. Да, день добрый. Хочется узнать тему, какая будет освещаться завтра. Тему расскажу о том, что сейчас в этом году, в 2022 году будет популярна, будет срабатывать, ну и какие-то выводы из прошлогодних, например, кейсов, что касается, в первую очередь, социальных сетей. Тут такая история, что у вас завтра будет сессия, и, конечно же, не хочется открывать все карты, хочется, чтобы все воочию увидели это на вашем выступлении, но, может быть, какие-то выдержки, может быть, какие-то тезисные моменты, что же, что же нас ждет в будущем? Слушайте, ну, если честно, все больше и больше трафика уходит в соцсети раз, все больше и больше трафика уходит именно в мобильный трафик, это порядка 70% уже идет полностью мобильного трафика, и вот об этом я как раз буду говорить. Ну, и как такое на затравочку, скажем так, вот все видео, которые сейчас идут пока в горизонтальном плане, предусмеваю, через некоторое время будут выходить в вертикальное. Вы наверняка заметили о том, что формат вертикальных видео начинает расти, более того, есть уже музыкальные клипы, смятые в вертикальном формате видео. Ну, вот об этом потихонечку, кратко постараюсь рассказать, к сожалению, кратко, будет всего 20 минут, но рассказывать можно тут иногда не на один день. Ну, да, как я знаю, уже даже в Китае есть сериалы, которые сделаны в онлайн формате, который сразу же был сделан в вертикальном формате. И самое главное, то, что сейчас вся классическая кинематография сделана горизонтально, есть планы, есть какие-то мастерские, где рассказывают про правильную композицию кадра. И сейчас уже появляются новые тренды, когда делятся по разному экрану уже, делятся горизонтально, и это, конечно, какое-то новое слово, и оно все-таки, видимо, нас настигнет рано или поздно. Естественно, более того, создаются и продвигаются, в том числе и в России, полностью социальные сети, зацикленные именно на вертикальные видео. Ну, если всемирно это ТикТок, то наша российская, например, это какая? Есть у нас, как же он? Я молодец, запустили, а недавно запустили вторую. Вот, видите, волнует. Знал бы я, знал бы я. Я сейчас вам скажу, я сейчас вам скажу, у нас же свободное общение, правильно? Абсолютно. Япи. Япи. Это наша соцсеть? Это наша соцсеть, которую Газпром Медиа запустил. Ну, скажем так, попытка догнать ТикТок. Получится или не получится, я не могу сказать, но, тем не менее, трафик туда уже пошел. ВК уже сделал свои истории, попытался сделать еще похожие на ВК. Насколько, по-вашему, получилось? Насколько трафик из ТикТока или там из Reels, вот уже постфактом, когда Инстаграм тоже это сделал, остался в ВКонтакте? Ну, ВКонтакте все-таки немножко другая сеть. Это не визуальная сеть ВКонтакте. Это почитать, посмотреть, послушать музыку, там, не знаю, прокомментировать, лайкнуть. Это немножко другой, как бы, формат идет. А ТикТок это уже не настроение именно визуальное. То есть вот то, что любят. Ну, согласитесь, когда вы, например, там, не знаю, сидите, отвлекаетесь, вы, скорее всего, не залипнете на каким-то тексте, да, что ВКонтакте, Фейсбук, а вы залипнете на вертикальных видео, где вы просто вот лениво пальчиком все это передвигаете. Либо те же сторисы, когда вот там выскакивают. Поэтому вот трафик уходит потихонечку туда. Люди ленятся, мы с вами ленимся, нам с вами уже лениво что-то читать. Мы быстрее вот посмотрим что-то, при том короткое, не дай бог, это больше 15 секунд. Все, там уже трафик немножко не тот. То есть, ну, мир ускоряется. Тогда вопрос такой. Раньше были правила, да, что рекламный ролик должен работать там первые там 5 секунд. Да, вот сейчас вот рекламный ролик должен работать первую секунду, наверное, уже. Практически он должен захватывать внимание непосредственно сразу, в первую секунду, но держать какой-то вот формат ожидания до конца. Почему? Потому что, например, для того, чтобы просматриваемость роликов шла лучше, должно попадать в рекомендации. А в рекомендации вы попадаете тогда, когда ролик досматривают. Соответственно, если вы будете минутный ролик продвигать, ну, мало кто до минуты, да, там, досмотрит. Если 15-секундный, ну, по-любому человек досмотрит, более того, может, еще и вернется обратно. То есть, вот такая вот, мир ускоряется. Очень хороший пример был, когда в свое время видел очень у одного из спикеров, не могу сказать, даже сейчас не вспомню, но сравнение, насколько быстро развиваются сети и вот какие-то технологии. То есть, как помню, радио для того, чтобы достичь миллионной аудитории, потребовалось там несколько лет. Когда запускалась игра Pokemon Go, миллионная аудитория была достигнута, по-моему, там, за неделю. Вот и все. То есть, и, например, новые какие-то социальные сети или ролики, они охват, ну, выскакивают абсолютно сразу. Согласитесь, да, даже в том же YouTube, если не говорить про классический, ну, там, за сутки иногда 20 тысяч просмотров, полмиллиона просмотров, 10 миллионов, 100 миллионов просмотров там за месяц. Вот и все. То есть, визуальная, визуальная составляющая становится все более и более интересной для людей. И для вот продуктовой тематики визуально это просто вот, ну, на мой взгляд, самое то, что доходимо. Если, ну, вкус вы не донесете, то красиво, вкусно сняв непосредственно какой-то ролик, какое-то видео, что-то такое показав, ну, вот для продуктовой выставки визуалка это прям must have. Замечательно, да. Но сейчас в наше время я так понял, что люди готовы к новому. Если раньше были все ретро-грады и что-то новое, например, как радио, да, внедрить было сложно, то сейчас, наоборот, люди уверены, что все новое это интересное, тут же кидаются в какие-то новые соцсети, новые интересные приложения, но также к ним быстро охладевают. Например, тот же Clubhouse, да, который набрал огромную аудиторию и также по факту ее потерял, как бы остался, наверное, уже неудел. Вот как сохранить набранную аудиторию, как бы, как мониторить тренды, вот как этому научиться или нужно родиться человеком, который это чувствует кожей? Ну, проще будет наверняка поколению, то, которое сейчас растет, или, да, поколению наших детей. У меня дочке 4 года, ну, она в телефоне разбирается быстрее, чем я смогу. Ну, и сами, наверное, знаете, да, мы иногда с новым телефоном там неделю начинаем разбираться, да, и ребенку 5-6 лет он тебе за день разберется, как с ним делаться. То есть это уже и, ну, люди растут вот в этом, как бы, вот подсознательно все это встается. А второе, что касается там отслеживания, только тесты покажут. Хотя, если говорить про Clubhouse, я сразу сказал, что она не сработает. Почему? Потому что основа всех социальных сетей это сохранение контента. Основа всего СМИ это сохранение контента. Clubhouse, и что было? Ты поговорил, забыл, сохранить это нельзя, даже по правилам самого Clubhouse, и все. Ну, постоянно сидеть, болтать там целыми днями, я не знаю, у кого-то время, возможно, и было, у меня, например, честно говоря, не было. И поэтому мы в свое время с коллегами, я инициировал эту, мы даже проводили встречу, как там вот это все организовывалось, почему Clubhouse умрет через месяц. Было очень весело, было очень интересно, много споров, но практика показала, что не через месяц, там, через два, но он умер. Поэтому, повторюсь, сейчас больше, наверное, больше обращать внимание на визуалку. И, предположу, визуалка скоро будет совпадать с некой виртуальной реальностью. То есть уже какие-то вот новые технологии потихонечку в это вплетаются, и как раз достаточно скоро, я думаю, что это будет. Несколько лет назад на одной из конференций был такой, к сожалению, нет с нами его, маркетолог Самвел Витисян, это бывший маркетолог Тинькова. Я ему задавал еще, по-моему, в 16-м году вопрос, что вы скажете по поводу социальных сетей. И его дословный ответ был следующий. Люди устали сейчас немножко от социальных сетей. Обилие, большое количество, много контента. Но придет время, когда мы сами не заметим, как окажемся внутри социальных сетей. И если внимательно посмотреть, то иногда мы можем с этим согласиться. Особенно, когда всех нас посадили на карантин, где, я не знаю, за Россию не могу сказать, потому что данных не было опубликовано. Но, в частности, Facebook публиковал данные, что количество посещаемости и нахождения людей в Facebook, в Европе в частности, было в два раза больше, чем в обычные годы. Вот и все. Мы с вами уже иногда что-то покупать. Мы не идем там куда-то, забелезаем. Мы смотрим, кто в нас выскочил в социальных сетях или где-либо. Поэтому, ну, и плюс это персонализация. Зайти на сайт, посмотреть непонятно, какие невозможности там пообщаться. А другое дело, когда человек заходит в социальные сети, он может пообщаться с продавцом. Продавцом, с владельцем, с чем угодно. Посмотреть живые отзывы. Не те, которые на сайте написаны, когда обычно делают. Сайт создают. Сережа, слушай, я сайт создал, ну-ка, напиши мне отзыв какой-нибудь, да? А это в социальных сетях, где живые отзывы от живых людей. Ты можешь зайти посмотреть, насколько это реально. Поэтому я считаю, что, ну, социальные сети еще даже не достигли своего, там, даже, наверное, 50-процентного потенциала. Это будет расти еще больше. В каком формате сказать трудно, надо просто вот, ну, наблюдать за какими-то изменениями. Исчерпывающе, но самое главное, я думаю, самое вкусное и интересное вы припасли на свое выступление. Завтрашнее? В 13.00 начнется панельная сессия вот здесь. Подходите, с удовольствием покажу и расскажу на примерах, как раз, которые на слайдах у меня подготовлены. Спасибо большое и отличного выступления. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok